5 октября свой профессиональный праздник отметили учителя и работники сферы образования. Наша съемочная группа отправилась в школу номер 7, чтобы пообщаться с одним из опытных педагогов учебного заведения и выяснить, действительно ли учитель это призвание. Родина мать зовет. Такой образ возник у учеников Галины Марининой после ее уроков. Поэтому семиклассники Алексей Панюшкин и Игорь Харламов, готовя любимому педагогу в подарок юмористический калаш, выбрали именно этот плакат времен Великой Отечественной войны. Только вот вместо призыва защищать свою страну, другая агитационная надпись – учи историю, что в общем-то тоже весьма правильно. Учительница истории учит ребят историческим событиям, и все-таки история и этот плакат неразъединимы. Я замазал тот текст, который там был вот до этого, и учил историю, сделал. Своих воспитанников Галина Николаевна учит не только истории, но и общество знанию. Ее уроки – это творческая лаборатория. Здесь приходится мыслить стратегически. Новые знания закрепляются в том числе и с помощью воображения. На занятиях ребятам предлагают порисовать, показать театральный этюд и даже немного пошуметь. Такой особый подход к преподаванию дает свои плоды. Для многих школьников эти предметы стали любимыми. Полюбил историю, общество знания. Думаю сдавать, поступать на исторический факультет. Это заслуга Галины Николаевны. Она доходчиво и ясно разъясняет материал. Всегда история общества знания проходит максимально интересно. В принципе, историю мы рассматриваем с разных сторон, как и общество знания. Главный интерес. Галина Николаевна очень хорошо рассказывает, и мне интересно это слушать. Интерес – это самое главное. Так преподает, что вот сидишь, а мурашки по коже бегут от того, что вот настолько человек любит свое дело. Пример самозабвенно отдаваться своей профессии Галина Николаевна переняла у своих школьных учителей. Кем стать в будущем, знала уже в начальных классах. После окончания школы поступила в Кировоградский педагогический институт на исторический факультет, где в полной мере овладела искусством работать с детьми. У нас были в институте очень хорошие преподаватели, именно делали акцент на методику. Поэтому, если учитель владеет методикой и обладает хотя бы немножко артистизмом и раскованностью, я думаю, у него все получится. Но я благодарна своим преподавателям в институте. После института замужества, рождение детей и переезд в Лобню. Когда в лихие 90-е многие учителя в поисках заработка меняли профессию, Галина Николаевна, напротив, пришла работать в седьмую школу. Из 30 с лишним лет стажа 29 посвящены педагогике. Отработав 25 лет, мы можем уже сидеть дома. Но как сидеть дома, когда есть такая стихия, как ученики, я не знаю. Своим ученикам мудрый учитель стремится передать не только знания, но и частицу души. Воспитать чувство сострадания, милосердия, взаимопомощи. Одним словом, с помощью молодого поколения сделать мир чуточку добрее. И кажется, у нее это получается. Кто оказывается в трудной ситуации семьи, мы помогаем. Мы помогаем детским домам. Вот будем готовить уже подарок на Новый год. Вот собираем огромные вот такие пакеты, и каждый принесет что-то посильное. Это, наверное, уже что-то у детей вот здесь в сердце есть. О своих учениках Галина Николаевна рассказывает с любовью. И, как оказалось, это чувство взаимно. Действительно, это тот человек, который болеет за свой класс всей душой, и который действительно очень любит своих детей. И это ощущается всеми сторонами своей души, и я чувствую эту любовь. Это человек большой души, огромной души. Это человек, который в любой момент может помочь, в любой момент может поддержать. Это человек, который вот просто вот самый лучший учитель в мире. Я считаю, лучший руководитель в школе, который держит дисциплину, следит за каждым учеником, и каждому есть свой индивидуальный подход. Вот главное качество, которым должен стремиться каждый, кто выбрал сложную, благородную, самоотверженную профессию учитель. Наталья Жукова, Константин Петров, Михаил Жуков, Денис Рокин, телекомпания Лобня.